2 октября Рижскому русскому театру имени Михаила Чехова исполняется 138 лет. В честь праздника мы решили познакомить наших зрителей с закулисной жизнью театра. Экскурсию для вас проведет художественный руководитель театра Сергей Голомазов. Надо понимать, что театр это достаточно сложное сочиненное место и очень непростой организм. Для того, чтобы несколько человек на 2, на 1,5 или на 3,5 часа вышли на сцену, для этого работает огромное количество людей, огромное количество подразделений и цехов. Меня зовут Наталья, я реквизитор Рижского русского театра. Что входит в обязанности реквизитора? Мы обслуживаем актеров, все, что они берут в руки, мы им даем. Это могут быть украшения, посуда, сумки, такие вещи, спектакли. Они берут часы и работают на спектакль с этим вещами. Вот это помещение, где у нас располагается монтировочный цех. Здесь ребята-машинисты сцены, монтировщики сцены. Что больше всего нравится в работе именно в театре? Все нравится. И то, что можно выполнять техническую работу, которая мне нравится. И то, что обстановка здесь, творческие люди. Друзья, нашему любимому театру Рижской русской драмы 138 лет. И мы поздравляем. 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 В НСХУ хранятся все те элементы оформления, которые так или иначе связаны с электричеством. С проводами, с подключениями и так далее, и так далее, и так далее. Мы занимаемся очень важной работой. Наверное, я бы так сказал. Мы проводим всю световую партитуру, которая используется у нас во всех спектаклях. Поэтому без нас никак. Поэтому в паре слов. Значит, вы посмотрели все спектакли в театре? Да, и не раз, наверное. Да, да. Мы самые... ...зрители. Мы делаем громко и хорошо. За время репетиций мы рисуем такие планы происходящих. Потом мы это программируем, потому что сейчас же без этого никак. Ну и потом наступает действо. Работа заключается, чтобы актер вышел на сцену, ни о чем не заботясь, чтобы костюм был в порядке. Наш театр люблю очень давно, поэтому работа, как я называю, работа мечты. Сколько у вас здесь костюмов хранится, не считали? Ну, не считали. Очень много. Очень много. Очень много. Ни одна актриса не выйдет на сцену, минуя этот цех. Это грейм-цех. Пойдемте. Какие спектакли, да, вот наиболее была сложная работа, интересная, может быть? Да, ну вот то, что я говорила про Якиши и Пупча, да, там был наш актер Игорь Чернявский, которого тоже надо было делать лысым. Но он не просто лысый мужчина, он был старой проституткой, которой лысая голова, и тут большие брови, ресницы такие длинные, да, огромные. То есть мужчины, что сделают женщины, да, лысые, притом красивые, да. Мы завершаем нашу экскурсию с замечательным главным режиссером и переходим к репетицию Достоевского. В село Степанчиково и его обитателей. Вот такая вот у нас была, как мне кажется, чрезвычайно интересная, важная экскурсия. Еще раз поздравляем вас, поздравляем нас с днем рождения театра. И ждем на премьеру этого спектакля. Спасибо.